В отделении Катамназа, Видновского перинатального центра, маленького Мухаммада Расула и его маму Севару из Подольска встречают как дорогих гостей. Мальчик родился 17 декабря на 24 неделе беременности с весом всего 490 граммов. Естественно, дышать самостоятельно ребенок тогда не мог, поэтому долгих 7 недель провел в реанимации. Он сначала находился три недели у нас в родильном доме. Дышал он с помощью сначала искусственной вентиляции легких в течение трех недель. Потом он был переведен на вспомогательную вентиляцию легких. Как только у него появилось самостоятельное дыхание, и он был переведен на вспомогательную вентиляцию легких, он был переведен в отделение второй реанимации. Затем, когда малыш уже мог самостоятельно дышать с весом килограмм 200 граммов, его вместе с мамой перевели в отделение патологии новорожденных. Это работа, конечно, мультидисциплинарной команды. Все начинается с акушер-гинекологов, дальше подхватывают детские реаниматологи, потом неонатологи, уже дальнейшее выхаживание ребенка. Помимо этого и другие специалисты, и невролог, и офтальмолог, и психолог, работа с мамой. Это просто чудо из-за того, что это перинатальный центр, так спас моего сына и настолько помог, потому что это чудо такого ребенка выхаживать. Как я мама, очень благодарна перинатальному центру, всех врачам. От самочувствия настроя и решимости мам тоже многое зависит, поэтому в Видновском перинатальном центре с ними постоянно работают психологи. Она очень быстро приняла ситуацию, такой, какая она есть, и очень быстро начала действовать. Это главная рекомендация, как справиться с этим страхом и с этой неопределенностью. Только сегодня, есть сегодня. Сегодня хорошо, сегодня удалось задышать самому. Всего в Видновском перинатальном центре наш маленький герой пробыл два с половиной месяца. Откуда его перевели в другой стационар, где провели успешную офтальмологическую операцию. Диагноз был ретинопатия недоношенных. Это заболевание сосудистой сетчатки, которое развивается только у деток, которые рождались раньше срока. С помощью операции, с помощью специального укола в глаз вводят вещество, которое останавливает патологически неправильный рост сосудов. Мы уже видим положительные результаты. Болезнь остановила свое развитие. По статистике, 7-8% всех детей в мире рождаются недоношенными. Только в Видновском перинатальном центре ежегодно на свет появляется более 50 детей с экстремально низкой массой тела. Но благодаря высокому профессионализму врачей, их удается выходить и сохранить здоровье. В течение трех лет после рождения такие малыши, как Мухаммад Расул, будут ежемесячно наблюдаться у видновских медиков в отделении Катамназа, где за их здоровьем, развитием и успехами следят педиатр, невролог, офтальмолог и другие специалисты.